По-шумерски известного нам героя Гильгамеша звали Бильгамес. Это очень старое имя, которое впервые доходит до нас с конца 27 века до нашей эры. Оно фигурирует в мужском имени, собственном. Есть такое собственное имя Бильгамес Утупада, что означает Бильгамес избранный или названный богом солнца Уту. Бильгамес в переводе означает либо отпрыск героя, либо предок героя. Уже в 26 веке до нашей эры мы находим Бильгамеса среди почитаемых в городе Шурупаки богов. По-видимому, историческое бытие Бильгамеса приходится на вторую половину 27 века до нашей эры. Он традиционно считается пятым правителем первой династии города Урука. И вот надо сказать, что происхождение Бильгамеса и его историческое значение являются довольно серьезным предметом, довольно серьезной проблемой современной шумерологии. Мы понимаем, исходя из его имени собственного, что Бильгамес — это не бог. Изначально это человек, потому что нам не встречаются имена богов, которые бы начинались со слова Бильга. Это человеческое имя. Значит, он был. Бильгамес, избранный богом солнца Уту — это еще одна примечательная особенность, которая встречается в составе мужского имени собственного. В городе Уруке правила так называемая солнечная династия, хотя сам-то город Урук был местом поклонения небесному богу Ану и богине Инанне. Однако в нем правила солнечная династия, и вот Бильгамес был одним из потомков первого царя солнечной династии Мескиангашера. Он почему-то считался любимцем солнца. Почему мы это сказать не можем? Но в литературных текстах начала второго тысячелетия сказано о том, что бог солнца Уту — это брат богини Инанны. Так что, по-видимому, в городе Уруке чтили не только Анну и Инанну, но и весь небесный род, в число которого входил и солнечный бог Уту. Бильгамес известен по шумерским источникам как сын богини Нинсу, что означает, что он был отпрыском священного брака. Его матерью считалась богиня, а человек, который был отпрыском священного брака, он имел очень большие права в шумерских городах-государствах и мог претендовать на престол. Что касается отца Бильгамеса, то здесь существуют разные версии. Согласно большинству текстов шумерского времени его отцом был предыдущий царь, точнее предыдущий правитель Урука, которого звали Лугальбанда, но царские списки говорят о том, что отцом Бильгамеса был Лиль, то есть дух или призрак. Что это означает, точно не понятно, но вполне возможно, что в духе тогдашних представлений богиня Нинсун была одержима некоим духом, и от этого духа она зачала и родила Бильгамеса. То есть у него необычные происхождения. С одной стороны он отпрыск священного брака, а с другой стороны он порожден каким-то демоном или духом. Бильгамес в шумерское время считался героем, совершившим два подвига. Во-первых, он перенес царскую власть из города Киша в город Урук, победив местного кишского правителя. Согласно одной версии, это был правитель, которого звали Энма Барагеси, а согласно другой, это был сын Энма Барагеси, которого звали Агга. Здесь источники расходятся. Но факт в том, что Бильгамес действительно совершил очень крупный политический акт, потому что Киш считался городом-носителем царской власти. И вдруг эта власть оказалась в руки. И второй подвиг, который также известен по шумерским источникам, по данным гимна Шульги О, это победа Бильгамеса над Хувавой, сторожем кедрового леса в горах. После шумерского времени Бильгамеса начинают изображать строителем. Ему приписывают строительство городской стены Урука и восстановление храма Туммаль, храма богини Нинлиль в городе Ниппуре. Потом постепенно начинают появляться истории и о других подвигах Бильгамеса. Постепенно он обрастает ореолом мифологического героя. Но наряду с историческим образом Бильгамеса, который постепенно переходит в мифологический, существует и культовый Бильгамес, о котором хочется сказать особо. Бильгамес в шумерской религии уже с 24 века почитается как бог-покровитель поминальных мест и, возможно, кладбищ. А с конца третьего начала второго тысячелетия в честь Бильгамеса в городе Ниппуре учреждаются спортивные игры. Эти спортивные игры проводились по григорианскому календарю в июле-августе при свете факелов. И на протяжении девяти дней происходило соревнование наиболее сильных мужей города в борьбе и атлетических упражнениях. Это были спортивные игры перед статуей героя Бильгамеса. Таким образом, он стал божеством, покровителем спорта как такового, спортивных игр, и ему был посвящен пятый месяц шумеро-вавилонского культового календаря. К Бильгамесу обращались также как к экзорцисту, который помогал больным людям изгонять демонов, поселившихся в их телах. То есть Бильгамес был связан со смертью, с поминанием, со спортом и с атлетическими играми. Его также воспринимали как бога, который был назначен на должность коменданта подземного мира. И вместе с покойниками отсылали специальную жертву для Бильгамеса для того, чтобы он мог, для того, чтобы он захотел хорошо разместить умершего родственника в мире мертвых. Посылали ему такую своеобразную взятку. Так вот, первые шумерские песни о Бильгамесе содержат довольно много отсылок к спортивным праздникам пятого месяца, которые действительно в это время проводились. Но эти спортивные праздники также имели и поминальный характер, потому что на последний девятый день пятого месяца, на последний день игр приходилось обязательное посещение могил и поминальных мест в храмах. Спортивные игры обязательно были связаны с культом умерших. И вот шумерские песни о Бильгамесе, они были привязаны к этому времени, к обрядам пятого месяца. Вероятно, не все три из этих песен содержат следы упоминания об этом празднике. Что происходит дальше? А вот дальше уже во время в Вавилонской и Ассирийской, ближе даже к новоассирийскому периоду, история Бильгамеша вдруг начинает разворачиваться нескольку в иной плоскости. Если для шумеров, для шумера аккадской литературы второго тысячелетия Бильгамес — это герой пятого месяца, герой спортивного праздника, то для ассирийцев он предстает уже героем всего 12-ти частного календарного года. И аккадский эпос о Гильгамеше превращается в историю странствий героя по Зодиаку. Мы видим, как постепенно истории о Бильгамесе, который уже в аккадское время называется Гильгамешем, начинают преобразовываться в истории, связанные с помесячными календарными ритуалами шумерово-вавилонского календаря. И при этом каждая табличка эпосы совпадает с определенным месяцем, вторая табличка соответствует второму месяцу, третье — третьему, и с тем ритуальным сюжетом или с тем образом, который, естественно, с этим месяцем связан. Кто же мог проделать такую работу? Кто мог превратить Бильгамеса из героя пятого месяца в героя 12-ти частного календаря из Зодиака? Было в новоассирийский период две школы, одну из которых возглавлял Эсагил Кин Апли, а другую возглавлял Набу Зукубкена. Так вот, эти две школы занимались тем, что они преобразовывали старые сюжеты в некие эзотерические трактаты. И вот, в частности, Набу Зукубкена известен как человек, подписавший колофон последней двенадцатой таблицы эпоса о Гильгамеше. То есть он этот эпос завершил, и, скорее всего, именно он и его школа — это те самые люди, которые превратили эпос о Гильгамеше в нечто вроде эзотерического или богословского трактата того времени. Таким образом, мы видим довольно хорошо спланированный замысел, вероятно, первый в истории замысел, который можно назвать антропологическим. Становление и развитие человеческой личности в эпосе о Гильгамеше сопоставлены с становлением, развитием календарного цикла. Гильгамеш, покровительствуемый Солнцем, идет за ним на протяжении всего эпоса. Он хочет достичь бессмертия, но трагедия его заключается в том, что он ходит по кругу вместе с Солнцем, и он не может выйти за пределы времени. И это абсолютно новый замысел, которого не было ни у Шумеров, ни вавилонян — показать, что судьба человека подобная судьбе календарного года. Он проходит определенный цикл в своем развитии и, как сказано в 12-й таблице, в конце концов оказывается в подземном мире, в мире мертвых. Продолжение следует... Продолжение следует...